Напряженность между Грецией и Турцией из-за территориальных разногласий в Восточном Средиземноморье не спадает и беспокоит ЕС. Афины и Анкара обмениваются угрозами. Президент Турции Эрдоган предупредил, что Греция будет единственной, кто несет ответственность за любое неблагоприятное развитие ситуации в регионе и пострадавшей стороной. Афины заявляют о готовности защищать свой суверенитет и обвиняют Анкару в провокациях и нарушении международного права. Насколько вероятна эскалация кризиса? Я думаю, что нельзя исключать возможность обострения ситуации, которая может возникнуть, скорее всего, случайно. Однако я полагаю, что нынешний кризис в Восточном Средиземноморье показывает. Президент Турции Эрдоган не хочет ожесточенного противостояния с Грецией. Он осторожно следует стратегии, которая позволяет контролировать напряженность. Акцент делается на слове «контролировать». В начале августа Анкара направила в Восточное Средиземноморье исследовательское судно «Уручрейс» для разведки нефтяных и газовых месторождений, в районе которой, как указывают Афины, принадлежит Греции. Турция настаивает на том, что имеет право ввести в этом месте разработки. Мы наблюдаем этот кризис в течение более чем 10 лет. Сейчас мы видим, как каждая из двух стран оправдывает свои притязания. Меморандум Турции с Ливией о взаимопонимании по морским законам привел к росту напряженности. Затем Греция и Египет заключили соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительно экономической зоны. Каждая из сторон стремится получить максимум. Кризисы в Восточном Средиземноморье на неформальной встрече в Берлине обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза. Какая реакция последует от европейских государств? Возможно, и санкции Европейского Союза против Турции, вне всякого сомнения, стали бы мощным сигналом Анкаре. Впрочем, я полагаю, что санкции могут стать частью всеобъемлющей стратегии, которую Евросоюз должен разработать в отношении Турции. По словам эксперта по международным отношениям Панайотиса Цаконоса, эта стратегия должна быть своего рода политикой кнота и пряника, сочетанием осторожного подхода к вопросу Германии, избежать эскалации всеми способами и более жестких действий. Франция. Я не уверен, что будет какое-либо совместное заявление, как это делалось раньше. Между Турцией и ЕС уже, скажем так, не слишком хорошие отношения. Санкции и жесткие высказывания в адрес Анкары эти отношения лишь ухудшат. Пока европейские политики готовят ответ, в Восточном Средиземноморье продолжают курсировать греческие и турецкие военные корабли.